Сегодня у нас вторая лекция по основам Java. Надеюсь, вы уже делаете домашнее задание и что-то из него извлекли, поэтому давайте начнем с небольшого квиза. Итак, смотрите, есть класс nullReferenceTest. В нем метод main и есть некая переменная класса nullReferenceTest, которая присваивается null. Что мы можем вызвать через точку в следующей строчке у nullReferenceTest? Идеи? Либо методы object, либо ничего. Хорошее замечание. Какие идеи есть? У нас есть нулевой указатель. К чему ведет вообще разименование нулевого указателя? К exception. Что мы можем такого вызвать здесь, чтобы не получить exception? Классно, статику какую-нибудь. Что из статики можно вызвать? Ну, из статики можно, например, вызвать статическую переменную. Ох, бензинт. Можно? Ну, почему-то нельзя. Почему? Ну, мы к ней обращаемся. А если метод попробовать? И здесь уже то же самое. Ну, только это не метод, это public static int. В общем, ничего хорошего тут не получится. Да, но мы можем вызывать статику в таких методах на самом деле. Поехали дальше уже по лекциям. Итак. Собственно, а зачем мы с вами здесь все собрались? И зачем мы обсуждаем Java? Ведь курс по data science. И, казалось бы, используем Python, используем R, и у нас все хорошо, нам ничего не нужно больше. Давайте попытаемся ответить на вопрос, зачем же нам Java. Data science вообще образуется там, где есть какие-то большие данные. Большие данные по своей природе в основном получаются в каких-то, ну, тоже немалого объема проектов или веб-сервисов или еще чем-то, где находятся люди, анализируются какие-то вещи и всякое такое. Так, эти проекты в основном написаны на Java, потому что Java – это отличное решение для интерпрайза и всего подобного. Можно на ней заимплементить и заинтегрироваться с кучей вещей. И вообще на Java очень большие данные гоняются, в принципе, и производятся. Например, в том же логировании в каких-либо проектах. Вот откуда берутся данные. Что же на Java писать хорошо, а что плохо? Давайте начнем с того, что плохо. Плохо – это все, что находится ниже уровня операционной системы. Потому что Java, ну, в силу того, что работает на виртуальной машине, не очень хорошо ложится на тот уровень. Точнее, даже вообще не ложится. Второе, что не рекомендуется писать на Java – это приложения, которые упираются в своей производительности, в CPU. На этом уровне уместно выбирать C++. Если же приложение упирается в input-output, то уместнее тоже не выбирать Java, а выбирать, например, какой-нибудь Erlang. И другой язык, который уже заточен именно под конкретные свои задачи. Java, в принципе, это язык общей практики, то есть который может решать все задачи, но не направлен на какие-то специфические в целом. Но вот в частности есть набор задач, которые очень хорошо решаются на Java. Например, это имплементация веб-сервисов. Например, у вас есть куча клиентов, которые очень хотят заходить на ваш ресурс, делать какие-то HTTP-запросы, получать какие-то ответы, странички, гонять какие-то байты информации. Так вот, Java про это. Вы берете, поднимаете веб-сервис со всякими новомодными Spring Boot и прочим, и прочим. Это можно сделать буквально минут за пять. К вам поступают какие-то запросы. Вы берете многопоточную среду Java и уже гоняете в разных тредах, делаете ответы, генерите ответы на эти запросы. И у вас получается такое приложение с достаточно хорошим срупутом. Что еще? Java — это интеграция с базами данных. И вообще интеграция. То есть есть множество аксессоров, которые заточены на доступ Java к конкретным базам. И вообще интерпрайз-приложение Java практически немыслимо без доступа. Какой-то огромный, старый, скорее всего, или Oracle не значит плохо, но, скорее всего, Oracle база и прочему, и прочему. С конкретными спецификациями, скорее всего, заточены по Java. Что дальше? Дальше есть многое количество распределенных, большое количество распределенных систем. То есть когда у вас есть некий кластер, набор машин, и вам нужно на нем на всем запустить какое-то приложение, потому что мощности одного сервака не хватит. Так вот, Java достаточно хорошо может объединять машины в кластер, гонять по ним с помощью каких-то балансеров реквесты, обмениваться сообщениями и прочее, прочее. Системы с low latency — это тоже про Java, и достаточно хорошо ложатся на концепцию многопоточности Java. И, конечно, GVM — это переносимость. Если вам нужно иметь возможность переносить код, запускать его на различных серваках, там где-то крутится у вас, например, какой-нибудь Debian, где-то просто Ubuntu или что-то такое, у вас есть довольно быстрая возможность перенести это без какого-то особого допиливания приложения. Этим могут похвастаться немногие языки, это не сильный, точнее, этим могут похвастаться многие языки, поэтому это не сильный плюс в пользу Java, но весомый. Вот. Также я привел вот ссылочку, на которой можно посмотреть, как люди рассказывают о том, что используют Java вообще в качестве основного инструмента дата-сайентиста. Довольно любопытный доклад с одной из последних конференций. Так. Ну, вроде обсудили, зачем использовать Java. Давайте теперь пойдем по стопам того, что начали на прошлой лекции. Мы не до конца обсудили такую сущность Java, как перечисление. Здесь я привожу некий enium из чисел. Это 1, 2, 3. Enium, по сути, стоит воспринимать как класс. То есть он может имплементить интерфейсы, может содержать какую-то логику. И, конечно же, члены класса, которые вот здесь представлены. Их три. Давайте посмотрим, чем же enium отличается от класса. Попробуем унаследовать его от какого-то другого enium. Точнее, унаследовать от sum numbers какой-то новый enium. Mon numbers. И добавить туда как бы вот так невзначай еще четверку и пятерку. И что мы получим? То есть согласно объектно-ориентированному программированию, каждая сущность класса потомка должна быть в то же время сущностью класса предка. И мы получим здесь очень большую нестыковку. В том плане, что оказывается у нас пятерка должна быть членом sum numbers. Но это совсем не так, потому что в sum numbers ничего про нее нет. И в то же время наоборот, если мы создадим, точнее возьмем из предка, из класса предка двойку, и положим его в mon numbers, то что будет? В итоге ничего хорошего не будет, потому что наследовать enium в java нельзя. То есть то, что написано вот в этой строчке, это по сути неверно, никакого наследования нет. Eniumы могут имплементировать интерфейсы, могут какое угодно количество интерфейсов реализовать, но при этом их нельзя наследовать. На самом деле это довольно небольшое ограничение, и чаще всего этого делать не хочется. Но это важно знать. Так, поехали дальше. Так, еще из важного мы должны рассмотреть инстанцирование объектов, то есть создание новых объектов и порядок их инициализации. Давайте посмотрим на два класса. Первый все-таки будет base. Видно? Что хочется нам узнать? В порядке инициализации. В java есть несколько этапов инициализации. Первый это когда у вас что-то происходит, условно назовем это что-то, происходит со статическими полями. Статические поля инициализируются в момент первой загрузки класса. То есть когда ваш компилятор, точнее не компилятор, когда VM увидит какой-то класс, она возьмет его и загрузит с помощью соответствующего загрузчика. В этот момент у вашего класса должны проинициализироваться в порядке встречи в классе статические переменные и статические блоки. То есть под переменными я здесь подразумеваю, конечно, поля. В данном случае мы видим некий блок статической инициализации у базового класса. У него нет никаких статических полей. И есть такой output, который говорит, что у нас сейчас берет и идет инициализация статического блока. Здесь мы можем написать что-нибудь в духе создания еще одной статической перемен, статического поля. И тогда гарантировать, что это поле будет проинициализировано к моменту выполнения блока статик. То есть здесь мы можем сказать что и получить значение этого инта. Так, статические блоки. Во время загрузки программы и во время ее исполнения у нас также будут в момент инстанцирования выполняться будет инициализация всех остальных полей. То есть в порядке получения их видимости, то есть сверху вниз по классу, будут инициализироваться по порядку сначала переменные, не статические, обычные блоки инициализации. И потом дело дойдет до конструктора. Давайте посмотрим это все на тесте. Так, тут у нас есть небольшой тест. Что мы... Так, давайте его запустим и посмотрим, что будет выведено в консоль. Давайте теперь смотреть. Сначала у нас прошла статическая инициализация блоков в базовом классе. То есть в базовом классе вызвался вот этот printline. То есть из этого можно сделать вывод, что при создании новой переменной какого-то класса сначала будет... У виртуальной машины появится информация о базовом классе. Здесь так и происходит, то есть мы видим информацию об этом. Дальше, судя по всему, у нас выполнилась статическая инициализация блока, блок статической инициализации в дочернем классе, это класс sub. То есть здесь абсолютно такой же статическая инициализация есть. После этого происходит уже что-то более интересное. В базовом классе вызывается инициализация блок. Так, идем назад в базовый класс. Видим, что вызывается инициализация блок. И в этот момент у нас уже доступна переменная, которая используется в инициализации блоке. Это base class field. То есть можем сделать вывод, что вот эта строчка гарантированно выполнится раньше, чем блок инициализации. Важный момент — это выполнение конструктора. В любом конструкторе так или иначе неявно первой строчкой прописано следующее. Супер от таких же переменных, как были поданы в конструктор. То есть получая вход, получая точку доступа, сначала при инициализации какого-то класса он передает ход выполнения в инициализацию класса предка. То есть мы видим конструктор базового класса, а затем уже в классе наследники выполнение блока инициализации и затем уже конструктора. Так, еще раз посмотрим на все вместе. Вот у нас конструктор класса base. И только после того, как выполнился конструктор класса base, какое-то управление уже передается в саб-класс. То есть делаем вывод, что фактически все, что инициализируется в классе, сначала инициализируется в классе предки. Это достаточно важный момент и не стоит об этом забывать. Так, поехали дальше. В Java есть такой механизм, называется exception handling или выбрасывание и обработка исключений. Зачем это нужно вообще? Нужно это для того, чтобы в каких-то ситуациях, в которых у программы произошел сбой, иметь возможность как-то вернуться к нормальному выполнению и обработать то, что у нас пошло не так. Вообще все объекты в Java образуют некую иерархию. Такая иерархия есть и у объектов исключений. Конечно, наследуется исключение от объекта и представляют собой базовый класс throwable. Throwable — это все то, что может быть выброшено в качестве исключения. Что значит выброшено, мы сейчас посмотрим. Пока можно воспринимать это как нечто, что сигнализирует средствами языка о том, что происходит какая-то исключительная ситуация. Исключительные ситуации происходят в следующих моментах. Например, у нас есть какой-то поток ввода и внезапно у нас там дескриптор файловый закрылся из этого потока ввода, если это был файл. Тогда программа на C++ условно бы вернула какой-нибудь байтик о том, что она не может и дальше бы программист что-то сидел, думал, а как и что с этим байтиком делать, если я его вообще проверил. Вот в Java все по-другому. Программа у нас выбросит исключения и уже нужно ловить программисту это исключение и думать, что же с ним делать. И при этом средства языка чаще всего обязывают программиста ловить эти исключения. Вот здесь слева я привел основные вообще методы, которые есть в классе сровабл. Это, собственно, конструктор, который представляет из себя некое сообщение о том, ну, что же все-таки случилось, которое можно ему отдать. И некий коз. Коз — это другой объект сровабл, который может быть принят на вход. Например, если у вас случается null pointer exception в каком-то определенном вашем методе и вы знаете, ага, этот null pointer произошел, на самом деле, по моей вине я знаю, что с ним делать. Я скажу, что вот этот null pointer на самом деле то, что я забыл создать объект какого-то класса. Вот вы пишете это в качестве месседжа и в качестве коза прикладываете уже существующий в данном случае объект сровабл это null pointer exception. Также из exception можно получить stack trace, в результате которого оно собственно было инициировано, ну и его месседж, как нетрудно догадаться. Все исключения в Java делятся на два типа. это checked exception и unchecked exception. Давайте разбираться, в чем разница. Checked exception это все, что должно быть отловлено пользователем. То есть все исключения, которые должны быть обработаны. Unchecked exception в свою очередь то, что можно не обрабатывать, пропустить дальше и вообще это может дойти до точки входа в ваше приложение. Зачем каждый из них нужно? Runtime exception это то, с чем пользователь в данном случае пользователь вот этой сиерархии, программист может справиться. То есть возвращаясь к тому же файловому дескриптору это ситуация, когда у вас внезапно оборвался доступ к файлу или у вас там какие-то байтики кончились или вообще что угодно там случилось. Вы можете, точнее вы даже должны закрыть этот файловый дескриптор, что бы ни произошло. То есть если вы этого не сделаете, велика вероятность того, что в некоторые следующее время никто не сможет этим файликом попользоваться, даже если вы его сами нечаянно покарабтили или еще что-то случилось. Также, например, если вы в программе делаете exception о том, что к вам стучится пользователь, говорит вот у меня такой-то ID, дай мне что-нибудь, дай мне какую-то информацию, условно какой-то ресурс по URL. И вы говорите, пользователь, а у меня тебя нет в базе, что делать? В данный момент вы можете инициализировать, инициировать runtime exception, который скажет, вот, no such user, no such user будет отловлен где-то в механизме, который создаст вам какого-то mock-юзера и даст ему все-таки загрузить какую-то данную, которую он хочет. Вот, это можно делать так. Все черты exception наследуются от класса exception. Это базовый для них класс. Но от класса exception также наследуется runtime exception, которые в свою очередь не являются check exception. так, что такое unchecked exception? Это все-все-все-все-все-все, о чем вы не обязаны знать в вашей программе. Это разыменование нулевого указателя, это ошибка доступа в массиве, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Эти проблемы очень часто возникают и вас не форсят на то, чтобы контролировать их инициацию и отлавливать их. Можно вывести такое правило, что если вы пишете какую-нибудь пользовательскую библиотеку, то хорошим тоном является из нее выбрасывать только черт exception и при этом описывать, что они из себя представляют, потому что если вы в доке это как-то не укажете, то радости от пользования вашей библиотекой ни у кого не возникнет. Так, и у нас остался еще один очень важный класс exception они тоже unchecked это error это все то, что происходит в вашей программе, но скорее всего вам неизвестен источник, который в конце концов вызвал эту проблему. К error самый популярный error это out of memory, то есть у вас есть какой-то thread условно или какой-то поток выполнения и в нем что-то происходит и внезапно возникает out of memory error. и казалось бы в такой ситуации мы ничего не можем поделать потому что нет памяти это не факт что в этом потоке не факт что где надо вообще приложению заканчиваться и во многих случаях так и есть но с памятью все-таки иногда можно что-то делать например как-то зафорсить ее чистку или что-то еще такое главный смысл в том что error это ошибка довольно масштабного уровня уровня всей виртуальной машины поехали дальше будем разбираться что вообще из себя представляют выкидывание exception что такое слова throw catch и finally и зачем все это надо так перейдем так давайте по порядку рассматривать в этом классе в классе base exception я создал некий exception унаследовав от базового класса согласно нашей иерархии это будет checked exception то есть я обязан буду проверять его возникновение в моей программе к нему создан довольно простой конструктор который говорит создай мне обычный exception то есть супер exception обычного класса exception и допиши туда вот к месседжу то что инициировано вот base exception исключение давайте теперь смотреть другой класс sub exception все все же самое только наследование идет от base exception что мы тут видим всего-навсего еще одно черт исключения собственно кроме этих двух классов надеюсь их все запомнили теперь будем смотреть как же все происходит давайте посмотрим на простенький метод называется simple handle в котором есть try block try block это то что нужно для оборачивания так скажем методов которые могут вызвать исключение то есть концепция какая у вас некий метод декларируется вот как здесь например как метод выбрасывающий исключение если такое происходит то все методы которые используют вот этот exception thrower метод должны его поместить в try block если речь идет о checked exception итак смотрим мы выбрасываем с помощью ключевого слова throw новый sub exception который нам говорит что у нас какие-то там проблемы в нашем методе и дальше некий блок catch catch блок создан для того чтобы ловить exception из определенного определенного типа catch блок выставляется парой к try блоку причем catch блоков может быть несколько в конце try блока может стоять блок finally который говорит нам о том что все что есть в блоке finally должно выполниться после того как пройдет этот try как думаете есть что-нибудь что может заставить не выполниться finally блок двойное исключение нет finally блок отрабатывает после того как завершил свою обработку catch блок который поймал исключение то есть последовательность такая try потом отрабатывает один из catch а потом отрабатывает finally нет еще раз окей но более простой способ есть того чтобы избежать выполнения finally блока написать что-то вроде того exit и все у нас ничего не будет дальше то есть workflow весь остановится программа завершится да если если бы мы в данной ситуации не поставили try блок мы обязаны бы были добавить в сигнатуре метода описание того что он выбрасывает этот sub exception как сделано в методе exception thrower далее что мы делаем у нас есть некий интеджер мы пытаемся инициировать null pointer exception на нем что у нас очень хорошо получается и мы выбрасываем какое-то исключение sub exception хоть метод toString в данном случае вызовет null pointer exception мы его можем тоже ловить то есть от любого блока в программе мы чисто теоретически должны и можем ожидать того что в нем возникнет некий null pointer exception это конечно не повод обложиться на каждый метод try проверками того что же произошло и обрабатывать такие exception потому что чаще всего восстановления от null pointer exception нет ну или оно сложно чаще всего возникновение null pointer exception это свидетельство плохой логики в программе или отсутствие проверки подаваемых на вход функций значений и недостаточное тестирование конечно же так о чем давайте посмотрим это все на тестах простых итак идем в тест метода exception и смотрим что у нас есть здесь есть простенький тест на метод simple handle который нам говорит о том что было выброшено вот такое вот исключение и потом отработала секция finally то есть все как мы ожидали вот разница в том что у нас точнее нет разницы у нас как проходило действие сгенерировалось некое исключение problem in simple handle к нему прибавился в сабклассе соответствующий соответствующий тег который прописан в конструкторе его был а потом это все отдали в конструктор base класса который дописал свой тег ну казалось бы ничего необычного просто выполнение конструкторов по иерархии надеюсь это понятно далее потестим как вообще тестить исключение в g-unity есть два способа первый это как сделано здесь мы берем выбрасываем исключение идем в кредж блок и говорим что у нас все хорошо поймали исключение проверяем его если же все плохо то мы не попадем в кетч блок а что тогда делать в таких случаях уместно писать что-то в таком духе то есть у нас есть следующий порядок действий иниции инициирующие исключение команда в три блоке ее обработчик и возврат из этой функции если же мы не поймали исключение у нас есть асерф который говорит ну что-то пошло не так обязательно проверьте этот тест второй же способ это выбрасывание исключения и описание в аннотации то есть в такой же аннотации как тест но уже что-то в духе с suppress warning и то есть вы сможете выкинуть любой exception и у вас его поглотит этот suppress warning и не будет он выброшен дальше так давайте еще раз обратимся к exception с роверу методу он нам должен выбросить обычный sub exception из себя и мы должны его будем в дальнейшем обработать смотрим что у нас на самом деле не наврал я вам все хорошо у нас assert застыквал зафиксировал о том что месседж из исключения такой же как мы предполагали так поехали дальше множественный кетч да это видите такую не самую красивую структурку код такие встречаются редко и в основном это плохого качества кода что происходит есть функция которой отдаем на вход некий структуре надеюсь помните где он в нашей иерархии какая у нас последовательность от самого-самого суперкласса к самому классу потомку самому верхнему классу сначала идет струбл потом exception потом base exception потом sub exception ну собственно как мы и определили теперь мы хотим в этом методе в зависимости от того какой exception будет выброшен задать соответствующую обработку его но мы предполагаем что exception может быть выброшено много в данном случае нам помогает множественный catch он говорит что так java давай ты в try-блоке мы что-то сделаем а ты сначала посмотришь на exception sub exception если он выброшен то ведешь его обработку если не он выброшен то идешь в дальнейшую обработку и так далее то есть выбрасываемые из try-блока исключения проходит цепочку catch-блоков если какой-то catch-блок говорит ага я могу обработать это исключение он берет и обрабатывает его обрабатывает что-то происходит и потом управление передается в блок finally если он присутствует вот вопрос в том что будет если мы укажем в catch-блоках типы исключений которые которые catch-блоках не в том порядке как сейчас то есть если мы поменяем местами условно вот эти две вещи мы поменяли местами base exception и sub exception и intelligent idea говорит нам что что-то пошло не так давайте посмотрим почему-то почему-то предлагает delete сделать на самом деле здесь будет проблема в том что у нас появляется недостижимый код в данном случае sub exception в этом кэче никогда не будет обработано почему вот потому что base exception у нас всегда может обработать себя и все exception которые унаследованы от base exception и sub exception является одним из них то есть мы просто просто никогда не попадем в этот метод точнее не в этот метод в этот catch-блок давайте смотреть тесты на multiple catch собственно что мы тестируем тестируем выбрасывание каждого исключения и строчки с месседжами которые они генерируют удостоверимся что sub exception при выбрасывании у нас будет всегда значится как некий base exception от sub exception и в нем тест multiple catch проблема возникла и так далее если у нас мы тестим уже выбрасывание base exception мы не берем в расчет то что exception у нас прошел через конструктор sub exception и еще два таких exception не из иерархии протестим это файл not found с неким месседжем нам должен выдавать собственно именно этот месседж и out of memory должен выдавать такой же месседж который мы в него подали потому что все они будут обработаны в кетче который на exception или кетч который на throwable не будем конкретизировать потому что это не важно тест где тест запускаем тест и видим что да действительно у нас все было обработано так как мы и ожидали поехали дальше нечто чуть более интересное давайте попробуем считать какую-то строчку из кода точнее не из кода из файла у нас есть некий файл и мы хотим получить его первую строку в данном случае это так ресурс в ресурсах мавин проекта у меня это файл to read называется в котором есть какая-то первая строка вот она чтобы не соврать итак что происходит мы создаем некий файл условно от файл файл это просто который некий объект который инкапсулирует имя файла и который можно отдать некому ридеру вообще концепция input output в java тоже подлежит иерархии как и практически любой фреймворк под фреймворк java то есть есть какие-то классы ридеры райтеры и над ними есть некие обертки которые принимают на вход другие классы в итоге в данном случае нам нужно от файла получить некий ридер я выбрал буферизованный ридер можно тут придумывать что угодно но главное что нам нужно от буферизованного ридера это вот возможность считать line из файла итак что может пойти не так давайте по порядку вот есть файл что не так может с ним случиться то что его нет то что у нас какие-то проблемы на его чтение нам не дали прав еще что-то или например файл пропал во время чтения то есть просто его удалили внезапно или что угодно давайте я уберу здесь кейдж-блоки чтобы вы увидели что сразу нам иде говорит о том что мы мы не правы и не обрабатываем какие-то кейдж-исключения первое кейдж-исключение первое исключение которое можно почекать это исключение которое выбрасывает создание файл-ридера давайте его добавим точнее тут даже два в свою очередь readline выбрасывает тоже input-output exception поэтому мы его проигнорируем и так мы видим что нам навязывается файл-нод-фаунд exception и input-output exception ну все вроде нормально в input-output exception в свою очередь попадают всевозможные exception что угодно может произойти условно говоря в том числе и файл-нод-фаунд именно поэтому файл-нод-фаунд должен идти раньше чем остальные exception и так что мы видим это уже я подменил на код который убрал собственно возвращение null что мы не смогли ничего прочитать и и все и просто описание того что произошло в данном случае мы могли пробросить какое-то другое исключение но не стали этого делать для простоты и вот нам осталось делать такую неприятную вещь а у нас ридер брошенный остался то есть его никто не пофлашил никто его не закрыл то есть мы по сути бросили дескриптор и не даем никому читать возможно если кто-то еще может читать вот для таких ситуаций нам нужна секция finally то есть что мы должны сделать мы должны проверить а вообще есть ли ридер что-нибудь произошло у нас создался он или остался и если он остался то мы должны попробовать его закрыть в свою очередь я сейчас кое-что удалю в свою очередь close тоже может инициировать исключение то есть нам что сейчас предложила идея нам идея предложила добавить ее exception в сигнатуру метода мы этого не хотим потому что это бессмысленно в данном случае в таком еще она нам предложила обернуть close в три блок и вот мы видим исключение которое и у ее exception которое произошло если close сделать нельзя но с ним мы уже ничего поделать не можем поэтому мы просто удалим всякую его обработку и скажем что вот это вот исключение ignored это просто стандартное соглашение о именовании вот таких exception of java собственно читаем из файла одну строчку давайте смотреть все ли все ли работает что вообще происходит exception что значит не может конечно может когда угодно может быть ошибка это нормально так думать что ошибка может возникать когда угодно в принципе если вы читаете из файла читаете из базы например у вас есть коннектор но в этот файлик коннектор кто-то в конкурентном потоком какие-то байтики левые записал ну потому что очень плохо очень плохо было написано очень плохо было написано коннектор и вот вы пытаетесь закрыть а там что-то покарабчено и в этот момент может возникнуть это reception на close так и так у нас файл not found exception в функции read one line from file потому что мы не можем считать файл to read вот это проблема потому что если мы пользуемся мейвеном то файлы хранятся в некой иерархии то есть у нас есть ресурсы и в нем в них я положил file to read просто так обратиться к этим ресурсам нельзя если вы поставите путь вам нужно получить правильный путь от методом get resource и введением этого файла напрямую в данном случае вот первая часть работает некорректно file not found выдает как написано вторая работает хорошо и мы считаем first line in file to read text именно такая первая строка там и лежит ну что вам нравится этот метод или он какой-то громоздкий неуклюжий некрасивый ну с одной стороны может и хорошо что java из-под палки заставляет разрабатывать exception но как раз из-за этого вход и становится на мозг по мозге вот да когда разрабатывали java 7 об этом немножко позаботились и добавили такое понятие как auto-closable ресурс вот примерно в такое можно превратить нашу функцию если использовать try с ресурсами try блок с ресурсами это нечто что позволяет нам избежать их закрытия в final секции в final секции то есть всего вот этого мусора который мы написали и который компилятор может на самом деле за нас добавить что у нас происходит мы просто обрабатываем те же исключения причем на самом деле мы тут ничего особо важного не делаем поэтому могли бы эти исключения свернуть в одно то есть сказать здесь просто catch сказать здесь просто catch немножко проблем сказать сказать здесь catch от eoe exception и тогда eoe exception под себя бы подобрала и file not found если нам нет разницы что произошло зачем писать в два раза больше кода когда полезно писать в два раза больше кода или много раз если вы работаете с пользователем и ему важно знать на самом деле что он сделал не так а не просто сделали он что-то не так если вы пользуетесь скажем скажите что у вас форме ошибка он вас побьет и не будет пользоваться вашим сервисом а если вы ему скажете что извините вы фамилии цифры ввели то еще может быть ваш сервер сервис не обречен вернемся к тестам у нас осталось остался последний метод который не протестирован это новый новый способ чтения с файла и поверьте он будет работать так же запускать я его не буду можете потом посмотреть я это все выложу так поехали дальше с эксепшенами покончено в java есть очень важный фреймворк это так называемый collection framework это контейнеры которые содержат экземпляры каких-то классов которыми вы их параметризуете или которые в них добавляете используется везде в аппи всевозможных методов библиотек для любой обработки очень часто используемая концепция и собственно абстракция во главе collection framework есть собственно метод collection по которому можно проитерироваться в него что-то добавить условно добавить данные методом это еще удалить данные собственно collection наследует интерфейс iterable collection в свою очередь тоже является интерфейсом и просто расширяет метод iterable iterable еще раз следует воспринимать как некую аналогию с итераторами в c++ дальше у нас есть интерфейс лист есть интерфейс рэндом аксис рэндом аксис это что-то что позволяет использовать коллекцию как массив по сути то есть есть операция get по индексу и самым наверное распространенным распространенным и популярным по использованию реализующим рэндом аксис и лист классом является рэйлист рэйлист это то же самое примерно что стдшный вектор в c++ и он есть повсеместно в java то есть в какой метод не пойди он скорее всего создает рэйлист есть такая сущность как линкедлист это связанный список уместно использовать когда вам нужно реализацию кью или дека плюс ко всему то есть например если вам нужен нужно реализовать стек вам достаточно использовать линкедлист и у вас будет все что нужно для его реализации также в коллекциям относят вектор и копи он райт лист важно отметить что вектор сейчас он не деприкейтит но рекомендуется его не использовать причина достаточно простая он синхронизован он многопоточный и из-за этого есть куча накладных расходов на операции синхронизации то есть предпочтительно использовать реалист вектору копи он райд это некая абстракция которая фактически говорит что у нас есть финализированный то есть неизменяемый массив и при каждой вставке или его изменения мы получаем новый с которым мы можем что-то делать копи он райд рейлист как и еще некоторые коллекции очень хорошо использовать в многопоточной среде многопоточная среда фактически хочет не требует но хочет чтобы у вас было как можно меньше мутабельных данных и тогда ей не придется их синхронизировать между потоками как это все реализовано в стандартной библиотеке у нас есть некая иерархия коллекций вот abstract collection abstract list и abstract sequential list которая добавляет по небольшому количеству методов коллекция в свою очередь уже конечные классы этой иерархии такие как рейлист добавляют последние методы которые нужны там доступ к какой-то вот в данном случае рендом эксис добавляет рейлист к abstract листу то есть можно увидеть что рейлист реализует рендом эксис это последнее что он добавляет к abstract листу который наследует это если коротко о главном о коллекциях поехали дальше но коллекция это еще не только коллекция еще есть так называемые карты maps как угодно можно называть это отображение ключ в значение которая хранится и которая соответствует интерфейсу map у java есть всевозможные карты наверное не стоит их все перечислять самые часто используемые это hash map и tree map hash map это хэш таблица которая по сути представляет из себя некий контейнер с объектами в котором для каждого объекта считается хэш в зависимости от этого хэша делается вставка в определенное место в этой хэш таблице и оно имеет очень хорошие временные показатели на вставку и на put и get в общем tree map в свою очередь отличается от хэш мэпа тем что реализует интерфейс navigable map и ну в свою очередь дальше идем к сорте то есть tree map это упорядоченная карта что такое упорядоченная упорядоченная карта может быть карта в которой есть у типов содержащихся в ней есть компаратор или в эту карту при создании добавлен какой-то внешний компаратор то есть для установления порядка элементов по их следованию в натуральном ну natural ordering если более точно вот где-то там слева в этой таблице есть хештейбл dictionary так вот их использовать не рекомендуется они подвержены тому же примерно чему и вектор то есть они дополнительные накладные расходы на синхронизацию добавляют и использовать их не очень рекомендуется остались они от старых версий java не надо изобретать своих средств синхронизации все уже изобрели для нас можно видеть такой неотъемлемый атрибут данной иерархии интерфейсов как concurrent map concurrent map дает нам все то что необходимо для работы с concurrency ну не все то но многое чего бы хотелось иметь то есть например concurrent hash map concurrent skip map и все то что хорошо работает в многопоточной среде и может быть какими-то средствами внутренними java оптимизировано лучше чем хэштейбл поехали дальше но у нас есть одно но в качестве контейнера в коллекции можно подать только объект и все что отнаследовано от объекта и у нас остались примитивные типы в java нельзя создать коллекцию от маленьких интов маленькие вот такие очень жаль что нельзя и для того чтобы решить эту проблему у нас существует тип обертки тип обертки это просто фактически объекты в которые преобразовывается примитивный тип когда нам нужно использовать его в коллекции или сделать какое-нибудь присвоение в тип обертки здесь на картинке приводим соответствие для того чтобы просто иметь в виду что у нас есть у нас есть некий абстрактный класс number и от него наследованы number ну то есть числовые типы и есть отдельно буллин и черректор они не являются числами говоря о примитивных типах я вот написал некое облако тегов что можно почитать что можно посмотреть мы не будем об этом на этом останавливаться просто важно знать что примитивные типы на самом деле тоже можно положить в коллекцию если захотеть посмотрим пример работы с ними collection sample так так поехали самое начнем с простого нам нужно заимплементить сортировку но сортировку не по знаку меньше а по знаку больше то есть что мы будем делать у нас есть некие инт ты в массиве и мы хотим сделать некий сорт сорт это метод из такой библиотечки collections нам что говорит иде нам нужно подать либо некий список либо некий список и компаратор ну создадим компаратор в данном случае мы создаем это как анонимный класс в принципе не очень стоит зацикливаться на том что это значит это значит что мы фактически in place реализовали интерфейс то есть интерфейс компаратор добавив вот такую функцию функцию compare на двух интах и ввели сюда значение y-x все хорошо это должно работать как думаете почему мы не проверяем здесь x y на предмет того что это null есть варианты если нет вариантов то я расскажу конечно потому что это позволяет нам делать контракт компаратора то есть фактически он нам в доках говорит что вот если у вас null то вы ничего сравнить на самом деле не можете не стоит этого делать также у компаратора должен ну не у компаратора если ваш класс реализует интерфейс comparable то он должен быть синхронизирован фактически с методом equals что это значит то есть у вас есть comparable который говорит что элемент а из класса меньше элемента b или элемент а из класса равен элементу b это говорит метод comparable так вот если у вас равенство а и b есть то метод equals на а и b тоже должен выдавать равенство то есть если и только если для метода equals равенство выполняется то и для метода compare to выполняется равенство поехали дальше вот тут немного java 8 написали та же версия сортировки но мы вместо того чтобы реализовывать вот этот громоздкий компаратор фактически взяли вот эту вот его часть то что x y преобразуется в y минус x и сказали вот мы туда функцию эту засунем все хорошо отсортируется так тоже теперь можно ура поехали дальше мы хотим из некого списка элементов взять только уникальные вот в данном случае уникальность будет проверяться с помощью хеш-кода добавлением в некий хеш-сет хеш-сет это набор уникальных элементов которые сравниваются по хешу если не вдаваться в подробности можно считать так то есть мы берем все элементы из этого списка засовываем их в хеш-сет который нам выдает множество уже уникальных потому что хеш-сет так устроен и в принципе множество и мы дальше возвращаем их в каком-то новом рейлисте то есть уже ответ получаем создавая новый контейнер и добавляя в него все элементы но как не трудно догадаться лист мы тут создать не можем потому что лист является интерфейсом и все могли бы мы здесь создать еще и линкед лист ничего бы не изменилось но с точки зрения производительности кое-что бы поменялось так давайте теперь разберем это уже про дженерики пример давайте мы еще должны рассмотреть дженерики сегодня вот дженерики это некий механизм который позволяет параметризовать вашу коллекцию метод или класс зачем это нужно зачастую возникает необходимость реализовывать обобщенные алгоритмы то есть когда у вас обрабатывается некая не только элементы одного определенного класса но и элементы какой-то иерархии в частности вот если у вас обрабатывается дабл в программе в классе то наверняка вы захотите обрабатывать там и интеджеры еще что-то может байты whatever тогда вам стоит задуматься о том чтобы ввести в класс некий тип Т которым его параметризуют также параметризация позволяет убрать из класса явное преобразование типов как то если бы у вас был это все можно было бы сделать без дженериков но тогда у вас везде класс object и у вас были бы операции приведения и не факт что всегда бы они работали и класс cast exception не возникал который мы уже умеем ловить правда но все равно нам нужны другие механизмы действуют в дженериках такой механизм как эрэйжи это затирание то есть компилятор берет ваш тип вот в данном случае тип т фактически его стирает и подставит на его место класс object в функции фу в данном случае тоже будет класс object но компилятор умный и добавят у вас необходимые касты то есть везде где у вас будет тип т фактически который у вас должен использоваться у вас будет этот тип фигурных скобочках и приведения так что у вас ошибки приведения все будут на этапе компиляции видны они не в рантайме полезут если говорить о ключевых словах которые можно посмотреть на эту тему потому что обо всем я рассказать не успею то тут важно отметить что такое wildcard ограничения типов собственно эрейджа который я сказал и row type так называемый кое о чем я сказать смогу есть некоторые ограничения на параметр который можно параметризовывать в первом случае мы видим некую запись text extends a and b and c это значит что ваш объект который вы засунете вместо t уже конкретной имплементации должен extend ну то есть наследоваться вот а b c ну наследоваться здесь в кавычках конечно потому что множественного нет здесь скорее всего либо одно наследование 2 2 имплементации интерфейсов либо 3 имплементации интерфейсов while card while card это некий знак вопроса который у вас есть в скобочках треугольных это значит что угодно то есть в самом нижнем while card без ограничений это значит засуньте в меня все что угодно я приму от вас любое любой наследник класса object и сам класс object тоже не прочь еще также ограничение на экстенции супер это значит что в первом случае у вас класс который засовывается в эти скобочки должен быть любой класс но экстендищий а в супером немножко по-другому это любой класс для которого а является наследником то есть если а это класс number то для него подойдет только класс object так ну и сам класс разумеется немножко о наследовании если у нас интеджер является наследником object то для то для типизированных классов это неверно то есть просто не нужно думать о том что наследование распространяется на дженерике также хорошо бы почитать про принцип продюсер экстенз консюма супера о котором пишет джош блог в своих книгах в своей книге который говорит нам о том как правильно вообще имплементировать апи которые содержат дженерики в джаве итак мы рассмотрим немножко коллекции так positive numbers collection задача следующая у нас есть необходимость создать коллекцию в которой будут находиться только положительные числа давайте рассмотрим что вообще нам нужно сделать как это сделать и быстренько напишем это все прежде всего поскольку у нас числа могут быть любые мы говорим что они должны наследоваться от номера в джаве очень плохо обстоят дела со сравнением класса номера то есть мы не можем сравнить два элемента этого класса потому что у нас могут быть даблы в которых есть нанн значение и всякое прочее есть интеджеры ну с интеджерами все хорошо но все портят именно скорее числа с плавающей точкой так что нам придется сделать некое ухищрение и добавить сюда метод comparable потому что number не реализует comparable и таким образом мы не дадим сюда положить конкретно number когда вас просят заимплементить коллекцию первым желанием может выступать взять какую-то абстрактную коллекцию и еще отнаследоваться от нее чтобы реализовывать не все методы собственно мы тут так и делаем берем abstract collection и в итоге нам остается реализовать не очень много то есть из всего у нас сделан только метод add add all remove all remove а все остальное итераторы size мы позаимствовали давайте по порядку мы введем некий предикат на множестве наших чисел на типе t который будет говорить о том что t у нас positive и посмотрим на метод add что происходит если у нас подается на вход null то мы говорим что мы не хотим хранить null в коллекции мы выбрасываем unsupported argument exception это exception который я определил в программе то есть он нестандартный просто для примера того что могло бы здесь быть потому что мы рассматривали exception далее у нас например есть далее мы должны посмотреть вообще соответствует ли нашему предикату тип t потому что ну зачем класть что-то если это не положительное значение ну вот мы проверяем и при этом выбрасываем выбрасываем исключение если вы нам суете в массив в коллекцию что-то не то делаем добавление все хорошо также также реализуем метод add all проверяем не пытаются ли нам засунуть пустую коллекцию не пустую а точнее не инициализированную и по порядку добавляем все элементы таким образом мы экономим на хранении ну если нам когда-то вдруг что-то понадобилось хранить только положительно на самом деле на месте предиката положительно может быть любой другой предикат там что угодно сложнее обстоят дела с функцией remove в коллекциях функция remove не параметризована и это некоторая проблема в java потому что мы не можем взять объект просто типа object и на нем позвать функцию предикат потому что предикат у нас от типа t а как я сказал вот у нас в эрежерах при использовании дженерика идут затирания и выставляются касты поэтому нужно немножко захачить в этом месте java и создать overloading метод который переопределяет для типа t операцию удаления в данном случае так и сделаем все то же самое что и при проверке на добавление только в данном случае дергаем remove метод что мы получили в сухом остатке от вот этого всего коллекцию которая оптимизирована на поиск при удалении и на добавление элементов если они не соответствуют предикату давайте быстренько посмотрим что это значит в тестах для того чтобы что-то а у нас там был абстрактный метод вообще говоря абстрактный метод нужен для того чтобы не создавать себе проблем а быстро засунуть этот предикат от нужного типа при создании коллекции можем посмотреть то есть у нас есть создание коллекции положительных чисел в данном случае параметризованная типом double есть предикат ну разобраться что это такое не думаю что проблема и в дальнейшем какое-то использование его давайте посмотрим вот positive doubles итак мы добавляем элемент единичку потом пробуем добавить минус 1,2 и нас ждет неудача будет выброшенный exception мы его не обрабатываем потому что знаем что происходит дальше мы добавляем 3,14 все проходит удачно мы говорим true потому что коллекция была изменена потом мы добавляем null ну null у нас там как corner case подперт и все будет хорошо и в дальнейшем вызываем assert на то чтобы проверить что действительно у нас исключение будет выброшено давайте посмотрим все ничего ли я не обманул и все ли так как есть запустим тест да действительно все хорошо удаляется добавляется положительные добавляются отрицательные не добавляются так вот важный слайд мы немножко познакомились джава что дальше делать то есть как как ее использовать зачем ее использовать что осталось выучить прежде всего мы не обсуждали совершенно никоим образом многопоточность многопоточность это одна из самых важных вещей и самых используемых которые есть джай потому что без нее наверное 90% приложений бессмысленно просто мы не коснулись input output это не такая важная тема но если работать с ним то стоит ознакомиться и мы не коснулись никакой работы джава с базами данных а это тоже большой такой пласт интерпрайз программ это все стоит рассмотреть если вы планируете в дальнейшем работать джава и использовать также из плюша джава которые появились восьмерки есть лямбда и стримапи стримапи мы увидим на семинаре немножко лямбды несколько примеров есть в коде который мы сейчас видели вот вся мощь джава вообще на самом деле раскрывается скорее в интеграции и с какими-то с какими-то либо сторонними модулями системами и всем прочим многим может показать джава довольно страшный и многословный потому что там ой писать все эти геттеры я устал или столько конструкторов или на все нужно писать билдеры вот если вы так думаете то здесь есть списочек библиотек которые позволяют разработчикам избежать всей этой рутины то есть геттеры сеттеры писать уже не модно билдеры тоже сами редко делают все это уже есть есть адекватная способность в идее поддерживать работу с этими библиотеками ну то есть джава уже не на том уровне как на котором была например пять лет назад когда господствовал наверное эклипс но это конечно библиотеки с эклипсом никак не связано это просто мои домыслы что почитать по это все просто поджави джава без каких-либо ее веб-примочек и всего прочего это прежде прежде всего эклипс большая такая книжка из которой можно найти практически любое описание даже по восьмерке мне кажется уже издание есть это эффектив джава когда вы некоторое время пописали и думаете а что я может делаю что-то не так то стоит обращаться к книге блохо ну и когда вы уже чувствуете в себе силы и у вас есть свободное время чтобы пару-тройку раз прочитать одну книгу можете спокойно переходить java concurrency in practice это достаточно сложная и серьезная уже книга о том как правильно писать многопоточный код а теперь о том вообще обо всей инфраструктуре джава где ее используют и зачем практически не один enterprise проект точнее продаж проект скорее более-менее большой без java сейчас не обходится это наверное язык де-факто сейчас для всего веба и интеграции взять amazon azure еще что угодно гугловский стек какой-нибудь там практически везде будет java ну и c плюс плюс к сожалению или к счастью итак что у нас есть у нас есть веб-сервисы это то в чем java сильна это то что вы можете быстро развернуть ну не только быстро развернуть но и надежно просты хороши в использовании куча навороченных библиотек и это все очень хорошо ложится на модель многопоточности java есть spring это наверное сейчас самый популярный веб-фреймворк с помощью которого можно делать очень многие вещи он легковесный достаточно если им уметь пользоваться и позволяет вам не лезть в дебри java enterprise edition потому что там не очень весело ну и ее не очень любят но большие зарплаты оправдывают участие в enterprise проектах можно так искать баланс в своей жизни object relation mapping ORM системы самая популярная из них в мире java это наверное хибернейт это маппинг в базе данных из баз данных все что угодно вообще на тему баз данных взаимодействия их с java и sql стоит немножко качаться в этом направлении потому что это очень часто используется в любом проекте на java практически есть работа с базой если ее выполняет не специальная команда то это остается разработчиком ну и немного про анализ данных очень много кода на java приходится писать если вы анализируете данные используя хадуп или spark то есть это все java это все с ней интегрировано интегрировано довольно хорошо и огромные пласты кода уже написаны на этих фреймворках с использованием их ну и конечно новый SQL который тоже сейчас нынче модно использовать java для поиска чего угодно начиная от развертывания поисковых движков типа elastic search и заканчивая вообще даже использование новой SQL как основного хранилища в проекте вот это немного о месте java в мире вообще сейчас и в разработке ну на этом сегодня все